Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас я вам прочту стихотворение в рамках нескучной поэзии, которое называется «Анютка». Сюжеты, как всегда, я подглядела. Это было на концерте. Называется стихотворение «Анютка». Звучал таинственно кларнет. Стихи читали, песни пели. Увидел, слушала концерт, глаза восторженно блестели. Вперед подавшись, чуть сидишь в лучах звучащего рассвета. Как очарованно глядишь, взгляд излучает столько света. Меня немало взволновал взгляд двух озер совсем безгрешен. Богиня профиль, я сказал, столь утончен и вдохновенен. И бел пробор уходит вглубь, блузка штана на головке. И чувственность пунцовых губ, чуть растянувшихся в улыбке. И умиленье, и умиленье на лице. Румянец распустило нежный. Ресницы длинные в рассе. Летящих звуков мир сбрежен. Что ж раньше я не разглядел божественной красы вонюбки. Ни раз не рядышком сидел, кидая комплименты шуткой. Упала сразу пелена сочей моих. Когда увидел, как баха слушала она. Что сердцем будет непредвиден. Пленилась тонкой душой. Разбилась чувственностью милой. И рвется сутью всей мужской. Нельзя же быть такой красивой. Закусив у дела, кони резвые в гору несут. Эх, была не была. Удержусь я в седле, не свалюсь. Страх седою смирю, не позволю тоске песню петь. И сто раз повторю, мне успеть все прожить. Мне успеть. Встретить мне б молодца. Лепестками распуть устелил. Чтоб любил до конца. Ласку нежность сумел подарить. И коней резвый бег мы сумели вдвоем укротить. Со слезами мой смех. Чтоб отлюбить. Чтоб отлюбить. Дайте мне отлюбить. Пусть случайный роман, чай с дымком и букет и у ног. Все сгорело. Обман от житейских тернистых дорог. Ну а кони несут. В гору коней так резво несут. Что поделаешь тут? Все надеюсь. И слезы текут. А, сейчас я вам прочитаю вот стихотворение такое. Чего хочу я для души тепла? Чего хочу для сердца я того же? Чтобы любовь вокруг меня жила. И чтоб любили те, кто всех дороже. Еще хочу я светлого ума. Жить в дружбе со своей головою. Чтоб истину смогла понять сама. Чтоб никогда не маялась тоскою. Чего хочу я для души, любви. Чтоб озарилась ярким взглядом, словом, энергией, здоровья. Чтоб в крови горел огонь любви. И был особым. Хочу, чтоб вдохновение мое взрастало с каждым днем и наполняло всю душу. Тело, легкое крыло великой музы, чтоб всегда ласкало. Чтоб радость прорастала в каждом дне. И в каждом слове зайчиком сверкало зеркальным отражением при луне. О нем с любовью строчки написала. Хочу, прошу, чтоб дети расцвели. Чтоб все земные блага к ним явились по жизни, настоящие несли. Чтоб постигать вершины научились. Еще хочу моей стране добра. Чтоб благодатью мира озарилась. Чтоб радостью сердец она цвела. Улыбками сердечными светилась. Достатком в каждом доме и семье. Вся в творчестве великих созиданий. Чтоб не было вражды в самом Кремле. Дай Бог решений мудрых ими знаний. Чего хочу. Мысли есть на то своя. Я многое смогу, коль постараюсь. И для меня весь мир моя семья. В любви я миру целому признаюсь. Я жизнь свою душою всей люблю. Люблю народ простой, он интересен. Я песни русские народные пою. Прошу для Родины счастливый путь и песен. И еще одно стихотворение прочту. Наверное, тоже о любви. Вот бы открылась она еще у меня какой-нибудь. Малыш неожиданно. Малыш прильнул на ухо, прошептал. Я так люблю тебя, моя мамуля. Ручонками ей шею обнимал. И тетца с щечкой ангелок шалунья. Как персик спелый, сочный и красивый. Как первый солнца луч неповторимый. Ее сынок мне душу осветил. Мне, зрелой женщине, восторг необъяснимый. И будут малыши тепло нести, сменяя старость, обновляя вечность. От Богородицы свет истин пронести. Под нимбом вечности являя светлость. Малыш, то радость, обновление чувств. И свежее дыхание словом чудо. Игра любви, таинственных безумств. Рождающих все новое для Люда. Не знаю, но мне хочется закончить чем-то таким вот. Да вот таким. Мне так нужна твоя любовь. Мне так нужна твоя забота. Волнуется, как прежде, кровь. Душа, как прежде, ждет чего-то. Ну да. Вечно юный не бывает, даже розы на рассвете. То томятся, то сияют лепестки в игреевом цвете. Мы же чувствуем, уходит, годы юности тоскливо. Вспоминаем о прошедшем и жалеем о любимом. Жаль, что стал таким далеким, как из сказки шум прибоя. Запах розы и подруга отошли под рокот моря. Без подруги сердцу стало одиноко и тревожно. Жить нельзя так, даже больно. Знать вернут все безнадежно. Слышать, как весна ликует, оживает вся природа. Сердцу хочется влюбиться, да не позволяет гордость. Очень жаль, года уходят. Возвратить их невозможно. Нужно жить, пока живется. И любить, пока не поздно. Ну вот, наверное, на такой оптимистической ноте мы закончим нашу нескучную поэзию. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До скорых встреч. Все.